Из поучений Макария, митрополита Московского. О чем плакал Господь при входе в Иерусалим? Торжественен был последний вход Спасителя в Иерусалим. Он шествовал как царь, сообразно древним пророчеством, сидя на молодом осле. Бесчисленное множество народа, пришедшего на праздник во Святой Град, услышав о приближении Иисуса, взяли ветви фейников, пальмы и вышли ему навстречу. И потом одни предшествовали ему, другие сопутствовали, одни в восторге снимали себе одежды, постелали при ним, другие резали ветви от деревьев и бросали на его пути. И все, не только взрослые, но и самые малые дети взывали к нему «Ассанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня, царь Израилев!» «Ассанна, вышник» Матфея, 21 глава, 8-9 стихи. Не дивно ли после этого, не дивно ли, что Христос, когда приблизился к Иерусалиму, то увидел Град, плакал о нем, Лука 19, 41. Что бы это значило? Отчего, когда все вокруг Спасителя радовалось, Он один плакал. Уже ли Ему неугодны были эти ликования иудеев? Это живое сочувствие к Нему, это торжественная встреча. Иудеи встречали Его как своего царя, но они не разумели Его. Их понятия о мессии царя были превратные, чувственные. Иудеи думали, что Христос будет их земным царем, завоевателем, что когда Он сядет на престоле Давидовым, то прежде всего освободит их от игоремлян, под которым они тогда находились, а затем победит все народы так, что народ Божий соделается властелином Вселенной. Сколько ни старался Господь в одни общественного проповедования своего рассеять этот пагубный предрассудок, но он оставался между иудеями. С такими же суетными надеждами они встречали теперь Христа, как своего царя в Иерусалиме. Этого недовольно. В то время, как одни целыми толпами встречали Его с радостью и приветствовали Его, как своего царя, другие, враги Его, книжники, историчные иудейские, тайно негодовали и еще более ослеплялись завистью и ненавистью к Нему. Еще ревностнее заботились, как бы скорее погубить Его. И тут не все. Господь предвидел, что даже эти самые ликующие толпы, оказывающие Ему теперь царские почести, через несколько дней совершенно оставят Его и перейдут на стороны Его врагов, что те самые, которые ныне взывают осан на сыну Давидову, царю Израилеву, через несколько дней будут вопиять. «Возьми, возьми, распни Его! Нет у нас царя, кроме Кесаря!» Иоанна 19.15. Но взор Господа простирался еще дальше. Он предвидел, как враги иудейского народа Римля не придут и обложат Святой Град Иерусалим со всех сторон своими несметными получищами, как разрушат Его, избьют всех Его, учат и не оставят в Нем камня на камне. За что же? За то, что не уразумел ныне Иерусалим для дня посещения Господня, что иудеи не узнали своего истинного Мессия и через несколько дней предадут Его даже на смерть. Вот почему Господь плакал ныне о Святом Градис посреди ликующих иудеев. Он видел не одно внешнее, а самые мысли их, видел не одно то, что совершалось вокруг Него, а и все, что происходило тогда и в Иерусалиме, видел не одно настоящее, но и будущее Святого Града. И мы, братья, светло празднуем торжественный вход нашего Спасителя в Иерусалим, и мы встречаем Его, как царя, с вербами в руках, и, нося эти знамения победы, вопьем Ему, как победителю смерти, а сам на вышне, и благословен грядущего имя Господне. Что же, нет ли и в нашем праздновании чего-либо неугодного нашему Господу? Наши понятия о Нем, как о Царе, без сомнения понятия истины. Мы веруем, что Он есть Царь Благодатного Царства или Церкви, которую Он основал на земле. Мы знаем, что хотя Он входит ныне в Иерусалим для крестных страданий, но что Он пострадает, собственно, для того, чтобы победить наших врагов в смерти ад, чтобы примирить нас с Богом и стяжать нам дары Святого Духа, чтобы не спаслать Святого Духа на своих апостолов и через них проповедовать Евангелие всей Твари и создать в мире из всех людей, не только из иудеев, но и из язычников, одно благодатное Царство, в котором Он будет царствовать до скончания века. Но не повторяется ли и ныне между нами чего-нибудь подобного, что происходило в Иерусалиме, когда входил в Него Христос? Нет ли между нами людей, которые, взирая на славу Христа, на распространение и процветание у благодатного Царства на земле, не только не содействуют успехов святой веры, но даже противодействуют ей, чем могут и готовы были бы совершенно ее угасить? Есть между нами эритики и раскольники, раздирающие церковь, и производящие в благодатном Царстве Христовом мятеже и междоусобия, и погубляющие тысячи слабых душ. Есть беззаконники, противящиеся воле Божией. Есть сыны погибели, которые вновь распнут его духовно своим отпадением от веры или вообще свою безбожную нехристианскую жизнью. Есть грешники нераскаянные, которые своим ожесточением уготавляют себе еще худшую участь, нежели, как и ожидал Иерусалим за неузнание им и распятие Мессии. Братья христиане, все мы знаем, что Христос есть Царь благодатного Царства или Церкви. Все имеем счастье и принадлежать к этому Царству. Будем же любить своего Царя и Господа. Будем исполнять неуклонно Его святую волю и пользоваться всеми средствами, какие подает Он нам для нашего спасения. Аминь.